так друзья сегодня у нас двадцать шестое до приезда съемочной группы осталось 2-3 дня а я сейчас пытаюсь придумать сценарий как бы тренируюсь сожалению заканчивая соплоотношение о половины сортов и вот они у меня разделились на ранние средние поздние причем они сами в любое время переходит из одной категории в другую и даже плоды каждый год могут изменить свои характеристики этот абрикос еще не приобрел свое название имя существительное я его пока называю крупноплодный железо урожай был необычный невероятный и 10 ведер всего уже собраны все уже показывать не буду обошел я дерево папа вот то что осталось еще есть то вы ведер 15 будет кстати отсюда возвращаться не хочу посуде сквозь него видно среди самара волон красивые красные плоды а значит будет позже ладно возвращаться не будем пройдемся тут деревья посажены на холмы корни увеличивались и вылезли из земли смотрите ну ладно теперь это уже не так страшно дерево пережила ему восьмой год этому дереву так интересно абрикос вот этот вот не могу обойти значит посудите листья что-то ведут себя очень плохо в чем дело а дело в том что на абрикос привито вот она слива венгерка посадите какие крупные листья и первые плоды вот они вот они первые плоды значит пока чувствовать себя не важно видите что здесь получается посмотрим как остальные годы себя поведет а пока идем дальше все таки мы сегодня про абрикосы но нельзя не обойти сказать это геопатогенная зона я здесь после гибели двух-трех деревьев прошелся с рамками и установил причину именно эта причина здесь геопатогенная зона вот я неплохой белокатовщик мне можно верить вот пойдем дальше следующее дерево вот с него плоды плодов на нем повода не желтый по сине осталось это один из сыновей манджурцы вот еще дальше идем и мы с вами видим следующее дерево оно немножко раскидистое надо сюда залезть вот это амур вообще мы сейчас подойдем к одному из европейцев давайте рассмотрим амур вот он его родина дальний восток чудесные плоды чудеснейшие вот у нее есть такое свойство сейчас я вам покажу сорву одно ну вот это например полюбовались посмотрели у него сухая практически сухая и великолепный вкус я его назвал мечта хозяйки лучшего сорта для соков компота варенье нет его более крупные товарищей орелевский бай серафима не сильно сладкий для этого получается приторно сладкий продуктах переработки еще один вариант воины ее качество разошлись и они столько я рассказывал что больше сейчас уже не буду пойдем дальше тему такую как бы обозначим тему смотрите перед нами вот из этих самых крупноплодный оказался никогда не был крупноплодным он всегда был сердечком вот я его получил из его получил из этого ну скажем так с волги от садовода свирина свирина уже нет на свете а у меня его память вот этот великолепный сорт там повыше видите какие крупнички вон они уже грамм по под 70 до как он оказался что самый крупный этого не должно было бы быть но у меня так как мичуринский из 30 грамм за 10 лет дошел до 100 грамм вот еще несколько сортов и вот судьба дар востока пришел привил он живет ярко-красные плоды 25-30 грамм а потом скажем годом он стал увеличится увеличится и переходит в разряд лидеров и отличительное качество мне всего не вообще тут доминируют сорта дальневосточные вот я упомянул амур а а еще добавим академик а еще добавим артем еще добавим хабаровский добавим серафим вот всех и не упомнишь сходу и получается так что европейцы нам нужны они опыляют друг друга каких-то условиях вот что получилось с дальневосточными почему именно они это уникальнейшие урожаи вот сейчас я отойду подойду уникальнейшие урожаи и ну ладно это сиянис он и должен быть таким вот в этом году они смещали в два-три раза а европейцы нет да дикая засуха а европейцы нет вот мне трудно показать вот эту красоту вот там то что творится он самый середки видите вот плоды 50-70 грамм это еще не рекорды но также как при чуринске я жду что скажем году он все равно будет дальше вылечет особенно в потомстве вот наслоение ментора в действия так называю этот метод придуман железовым вот сказать я придумал неудобное в железовым вот а на основе этого метода наслоение ментора мичурина наслоение ментора это одно поколение а вот данном случае например вот это видите это уже второе поколение у меня не считаю что было усверено крупнее не началось ну и наконец длинные фильмы у меня ругайте за них сейчас я вам покажу просто себя сам обратил внимание вот спросите меня а я не знаю вот самое нормальное дерево видите и вдруг так бывает одна ветка ну посмотрели да смотрели посмотрели 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 вдруг одна ветка ярко выделила слюбуйтесь мало то что в тени но еще еще я хорошо не всех вот вся работа и тут начинают в голову приходить разные мысли от которых у меня едет крыша и многие считают что у меня давно крыша слехала вот и вы видите ветку отдельно выделилась причем я могу показать нечто подобное напротив сейчас а ведь прямых опиления не сказывается это наука считает современно телегонии на них существует прямые контакты которые приводят к изменению свойств дерева есть что похоже я нашел только тут смотрите любить видите ну и от этого дерева до того дерева будь здоров метров 10-12 может это просто совпадение ну и таких загадок мы и живем если вот эти вот как бы сказать то это и расщепление свойств есть такой термин науки это хорошо этим можно чем угодно объяснить а теперь если взять 100 веточки просто взять и с нее черенок вот и черенок сохранить уже вот эти свойства где-то наука говорит нет а сама же придумала колонии до яблони которые все-таки спера были обнаружены в виде отдельных веточек с узким куху с коротким между узлеем так скажем вот ну дальше начнется сплошные загадки догадки я наверное на этом установлюсь вот еще раз собственно я и собирался вас поближе познакомить с абрикосом который пришел под названием дар небес за которые я благодарю уникального садовода сверина с волги до свидания друзья придет пора это эти веточки поедут по россии здесь будут сделаны вот эти фотографии вот сейчас прямо а какие они будут у вас прививки обычно повторяют материнские свойства так что 99 процентов что у вас получится такие же плоды такой же урожай такие же в разостойки а почему 99 а вот сотый процент поняли да кто хочет тот меня поймет до свидания друзья